сейчас секундочку Продолжаем изучать пособие по изучению Евангелия от Марка сегодня 24 февраля 2019 год Евангелие от Марка 1 глава с 14 по 20 стихи После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих в сети Ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус, идите за Мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним Служение Христа начинается за окончанием проповеди Иоанна Сперва плуг, потом посев Сперва обречение, затем исцеление Сперва закон, затем благодать Евангелие Таана, первая глава, семнадцатый стих Ибо закон дан через Моисея Благодать же и истина Произошли через Иисуса Христа Что такое Царство Божие и где Оно? Вопрос Вот, давайте, пожалуйста, порассуждаем Что такое Царствие Божие и где Оно? Пожалуйста, у кого какие на этот счет мысли Пожалуйста, поактивней Царствие Божие внутрь нас есть Оно неприметным образом не придет Надо его изнутри воспитывать в себе Словом Божьим Пожалуйста, спасибо за внимание Царство Божие внутрь нас есть, да, и вы сказали, что его нужно воспитывать. Сергей Евтышенко пишет, царство Божие есть состояние человеческого естества, обновленного божественной благодатью. Есть воцарение Иисуса Христа в человеческом уме и сердце. Царство Божие в этом веке не приходит внешним образом, но обретается внутри человека. Об этом сказал Иисус Христос, бывший с прошлым фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Дмитрий Лемеш говорит, что Царство Божие внутри нас. Притча про три меры как раз говорит об этом хорошо. Вот давайте ее вспомним. Самая короткая притча. Царство Божие подобно тому, что женщина положила три меры муки, доколе не вскисло все. Еще коротенькая притча, но она требует растолкования. Что же это за три меры муки и что же, когда же произойдет, что все вскиснет. Ну, женщины, которые тесто заквашивали, кто может растолковать всю притчу? Как оно с Царством Божиим связано, которое внутри нас есть? Ну, чтобы три меры муки замесить, это надо поработать немного, если руками, если не комбайном, кухонным. То есть это... Я просто не помню точно толкование этого места. Надо поработать. Это не просто так, да? Значит, одна мера... Там три меры. Три меры поработать руками. Это вот одна из мер. Там есть еще как бы две предыдущие. И прежде чем поработать руками, ну, она взяла, жила женщина, положила. Что значит положила? Значит, что значит взяла? Муку уже нужно взять, ее нужно положить. Ее нужно замесить. Потом все вскиснет. Все, оно вместе смешается. Ну, кто первые две меры может знать? Услышал, уверовал и сотворил. Да, вот руками сотворил, первая мера – это услышал. То есть нужно взять муку, то есть услышать. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. То есть нужно услышать Слово Божие. Это первая мера муки. Дальше. Поверим, то есть принять сердцем. То есть можно слышать и не верить. В одно ухо влетело, в другое вылетело, как говорится. Внутри ничего не осталось. То есть принять сердцем Слова Божие, что действительно Христос умер за меня. Что я достоин по грехам своим вечного мучения. И Христос умер вместо меня на кресте. И третья мера, которая первая прозвучала. Это как раз исполнить. Здесь многие спотыкаются, многие слушают, многие верят, но не исполняют. А что значит исполнить? Что исполнить? Никита. Услышал, поверил, исполнил. Услышал Слово Божие, поверил. А исполнить? Как исполнить? Что значит исполнить? Делами. Какими делами? Что в заповеди написано? Да, что написано? Да, как читаешь? То исполняй. То исполняй. Проповедь делом и словом. Потому что фарисеи, они только словом проповедовали. Дела же их были. Ибо они говорили, но не делали. Учили не воровать, а сами крали. То есть, вот так. Ну вот, значит, что такое Царство Божие и где оно? Вот над этим вопросом мы порассуждали. Выяснили, что оно внутри нас. Ну а что такое? Очень много притч, вот одну притчу разобрали. О трех мерах муки. Дальше. Царство Божие подобно горчичному зерну. Царство Божие подобно тому, что человек оставляет все искать. Поле, сокровище. Ну и много-много таких. Не будем мы сейчас все вспоминать. И вот еще один вопрос предлагается. Не есть ли оно там, где Дух Божий господствует? Кто желает на этот вопрос ответить? Ну тут Царство Божие, то есть Бог-Царь, то есть Дух Его, Дух Господствует в нас, то есть оно неприметным образом. Пожалуйста, кто желающий, я сейчас Никиту Корисникову добавлю. Ну, наверное, точно там, где Дух Божий господствует. Только Дух Божий дышит, где хочет. Вот это вопрос. Как, чтобы Он достиг именно нас? Чтобы Он был на нас? Чтобы нам проповедовать? Вот в чем вопрос. Чтобы Он захотел дышать именно в нас, что нужно для этого сделать? Очистить себя? Не знаю. Не знаю. Вот это очень сложный вопрос. Как? Потому что это от нас не зависит. Только от Бога. Ну, только от Бога, да. Бывает человек, вот говоришь, говоришь ему, а Слово Божие, а он не принимает, как закрыто. Да. Неужели Бог не желает, как бы. Да, а вот сложно. Даже иногда боишься таким людям что-то сказать, вот когда чувствуешь, что будет, ну вот, будет противление, да. Ну, или будет, вот думаешь, лучше бы этот человек, как бы, не знал, и там будет в своем счастливом неведении, чем если бы он будет знать, вот я ему скажу, а он скажет, нет, типа, я это не принимаю. Вот это, мне кажется, это очень страшно. Ну, на этот счет, как бы, не мечеть и бесить свиньям, и не давать святыни пусам. Да. Они не обратились и не попрали вас, то есть, но в то же время не нужно думать, что все кругом свиньи, и уйти в монастырь, и запереться в четыре стены, ничего никому не говорить. Это тоже Господь учил, идите и проповедуйте Царствие Божие всем народам, и будет оно проповедано даже до края земли. Вот, а лучше для этого человека, чтобы он остался в неведении, ну, Господь-то спросит человека, как раз того еще, который ему не сказал. Ты сказал, ты знал, что он грешит и промолчал, кровь твою я защищусь с тебя, говорит Господь. Да. Если ты ему говорил, а он не слушал, я его накажу, а ты спасешь душу свою. Но если ты молчал и не говорил, он погибнет в неведении своем, и ты за то, что ты не оказал ему любовь. Да, это мы знаем, да. Но там также написано, кто меньше, как там, вот, кто меньше, кому меньше дано, или кому больше дано, с того больше спросится, да? Или как? Вот есть такая, я просто не помню. Не помню стих точно. Да, такой, есть такой. Но спросится то из тех, кто и не знал, а почему, они же не знали, а вот за то, что не хотели узнать. А не хотели они узнать о Царстве Божием? Каким образом? Вы подошли ему, сказали, вот, я не хочу тебя слушать, оставь меня в покое. Всё, оставь, то есть человек не избран. У него свободная воля в этом вопросе. Ну, вот, то есть, я так понимаю, не надо насиловать человека. Если вот видишь, что человек нет, я не хочу это слушать, всё, типа, иди. Тогда не надо, как бы, его постоянно надоедать. Это тоже, думаю, это тоже неправильно, так же? После первого и второго вразумления, еретика, отвращайся. Да. Если один раз сказал, ну, второй ещё можно, вдруг он там первый раз... Ну, если бывает, есть же такие люди, допустим, которые не видишь там, пересекаешься очень часто. И, допустим, он, ты знаешь, он не принял, да? Но ты его там видишь, допустим, каждый день. Ты же не будешь надоедать ему каждый день. И он говорит, нет, это неправильно. Хотя жалко издалека этого человека, думаешь. Вот почему так? Почему так? Почему так? Ну, я на себя нашёл, потому что у людей сотворены, у них свободная воля. Свободна воля между выбором добра и зла. Да. И он свободен, и Бог действительно насильно никого в рай затащить не будет. Он не желает смерти грешника, не желает. Он хочет, чтобы все спаслись. Бог для этого всё сделал. Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всё абсолютно. И винить Бога в том, что человек не принимает, или винить себя в том, что человек не принимает. Ну, тот человек сам виноват, что он не принимает. Не, ну я Бога не виню. Я виню себя. Я думаю, значит, я не такая какая-то. Значит, я фарисейка. Значит, я кажусь только там, только слова говорю, а по правде не такая. Я сразу как бы на себя стрелки. Да, бывает так, что именно не верят из-за того, что вот фарисеям почему не верили? Потому что они говорили, они делали. И Христос говорит, по делам у них не поступайте, они говорят, но не делают. Но всё, что они говорят вам, делайте. Христос учил так. А ты говоришь, как фарисейка, допустим, этому человеку грешному. Ты учишь его не воровать, а сама воруешь, как фарисейка. Допустим. Что ты меня учишь там? Ты смотри, сама наворовала, коттеджи настроила. Ты меня учишь там, добродительно жить. На себя посмотри. Это не так. Но когда человек видит, что ты безупречно, нет в тебе греха, и он всё равно тебя отвергает. Ну, это уже твоей вины в этом нет. Понятно. И не нужно себя корить. Корить себя нужно, когда ты увидел человека грешника, и промолчал, не сказал, не остановил его. Вот здесь вот Господь тебя спросит, если ты не покаешься. Ты мог его разуметь, но поленился или испугался, что у тебя неприятности будут из-за этого на работе. Начальника, попробуй его обличить. У тебя он нет сработицы, и всё. А что нужно в таких случаях делать? А молиться Иоанну Крестителю, вспомните, как он. Он уже прекрасно понимал, чем грозит это. Голову оттяпают ему, и всё. Однако он не должен теперь иметь жену. Да, а есть ещё такая категория людей, допустим, говоришь, да-да-да, я не отрицаю, но, допустим, он всё продолжает так же само, допустим. Вот там что-то обличил, ты же ему сказал, а он как бы делает вид, что всё. Да-да, и все такие. Ну, нежелающие тебя обидеть, ну, пусть, пусть. Об этом мы послушаем в другой раз, как бы. Да. Хотелось добавить за этих людей. Вот эти, это, некоторые так молчат, да-да-да, а некоторые говорят, я там или мы, там, например, супружеская пара, да, и мы хотим, или я хочу взять от жизни здесь, сейчас всё, а потом уже будет потом. А там будет потом, да, как говорят, да, для вас не расти. Да, то есть один раз живём, такая у них вера. Дальше нам предлагается, значит, Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг, и озирающийся назад, неблагонадёжен для Царствия Божия». И 17 глава, 20 по 21 стихи. «Бых же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им, не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Вот мне, как бы, хотелось бы обратить внимание на слово «есть», вот внутрь вас есть. То есть, но это же не говорит о том, что оно обязательно внутри каждого человека есть. Оно, моё, его Царство Божие, может быть, сроду и не быть, не в том человеке, и не в себя человека. Иногда слышно, подходит человек и говорит, «А вот я рождённый свыше, как узнать?» Человек такой вопрос задаёт, ну и Игнать тихонечко, «Ну ты живого от мёртвого можешь отличить?» Ну, конечно, мёртвый он не дышит, не смотрит, не холодный, а живой. Он ходит, разговаривает, деятельность проявляет. Так же и в духовном плане. Если человек духовно деятельный, то есть, он собирает другие души, хочет так же, чтобы, как и он, все познали радость от этого Царства Божия, когда внутри царствует Христос, а не дьявол, когда он освобождён от рабства грехов. Он хочет этой благой вестью радостной поделиться со всеми. Пришёл Христос Спаситель, он спасёт от этого греха, вам не нужно будет больше мучиться совестью, что вот вы делаете грех и не можете остановиться, и ничего с этим не можете поделать. Человек начинает прислушиваться, совесть его обличает, ну, а как это у тебя получилось? И ему рассказываешь из своего личного опыта, как это со мной произошло. У каждого пути разный, Господь по-разному приводит. Здесь вот из вас делают, будете ловцами человеков, они ловили рыбу, то есть, он их на рыбе поймал. Другого ещё на чём-то, вот Игнать Тихоновича на языках, он изучал языки, и прочитал, что заговорили на иных языках, сразу не обучаясь, да не может такого быть, не верю. И вот на этом неверии Господь ему помолился, и сразу вера пришла, да, всё. Если бы было в Библии написано, что не кит Иону проглотил, а Иона кита, я бы всё равно тоже бы поверил. Такую веру Господь даёт, помолит. Иону. Иону. Да. Мы зря упустили Матфея 12, 28. Давай, сестра. 19, 23. Вот Матфея 12, 28 нам говорит, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. И дальше. Ну, да. 19, 23. Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Небесное. Ещё говорю, удобнее вам и так далее. Про верблюда здесь. Это уже 24 стих. Это все места, говорящие о Царстве Божием. Ну и давай Марка 10, 14. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдёт в него. Вот ещё. То есть, о Царстве Божием очень много говорится в Новом Завете. Вот здесь меня впечатлил, и сразу вспоминается пример твой, Сергей Павлович, когда у тебя с сыном там была ситуация. И сразу же вот это у меня возникает после прочтения первого-то стиха. Матфея 12, 28. Что там? Если я же Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. У тебя с сыном-то была ситуация. Да, может быть полезно знать эту историю. Ну, ой, коль она тебя тронула, расскажи об этом истории. Я вот живой свидетель этому. Если я Духом Божиим изгоняю бесов, то есть это Христос говорит о себе, то достигло до вас Царствие Божие. То есть ему ставили в упрек, что он бесов изгоняет силой князя Бесовского. Вот. Вот он как бы в оправдании это говорит, что раз вы так думаете, то никакого Царства Божия вы не увидите. А если я изгоняю силой Божией этих бесов, то вот. Когда у тебя сын-студент забросил учебу, беснование у него началось, ты объявил пост, не пил, не ел, и потом узнал от сына, что именно в тот момент, когда ты стал поститься, ему стало легче. А как ты узнал, ты его спросил, ну бабушка, бабушка рассказала, а то состояние, какое мама твоя видела, то есть бабушка, внука, было ужасным, конечно же. Мы-то понимаем верующие, а для неверующего это видеть и не знать, чего сделать, как это, это, конечно, страшно. Да, сыну поставили диагноз шизофрения, вот, и я, когда начал изучать этот вопрос, то есть шизофрения, она по-другому переводит еще раздвоение личности, но на наш, как бы, церковный язык это беснование, то есть бес в человека входит злой дух и начинает им руководить, человек сам не понимает, то в морду кому-то там заехал, то там, как он говорил, что он может в огонь прыгнуть, может в воду. Сын мой на вязках лежал, то есть я пришел, когда в психиатрическую больницу, я увидел на нем следы, как от вязок, ну, как от наручника. То есть его пришло, приходилось привязываться, то есть он не понимал, что с ним происходит. Вот, и никакие таблетки не помогали. То есть таблетки это психотропные вещества, это химические наручники. То есть, чтобы у человека не постоянно не держать в смирительной рубашке, ну, психболисты надевают смирительные рубашки, там, на наручниках это, конечно, ну, навязки их привязывают, им просто дают, там, ну, что-то вроде наркотика, такого, что он, как овощ становится, потом привыкает, а он без них уже жить не может. Он не может бесноваться, потому что у него нет, ну, тормозятся какие-то, вот эти вот. То есть, врачи реально не могут помочь? Нет, я когда с врачом разговаривал, я говорю, что вот, она говорит, это пожизненное, пожизненный прием психотропных веществ, ну, они, миллиарды на этом зарабатывают, в этой индустрии, я говорю, да не может духовно лечиться физическим, не можно душу исцелить таблеткой, душу исцеляет слово Божие. И когда он в дурдоме уже начал читать Евангелие, у него взгляд прояснился, и врачи говорят, да мы его не узнаем, Костя. Без этого вышли-вышли в тот момент, но все равно, как сказано, как бы не было еще что хуже, потому что Без выходит и не найдя себе покоя, еще берет друзей и входит обратно. Если это место не занято Духом Божиим, то человек может быть просто там один какой-то был бесов, он учил без воровства, а потом еще начинает и наркотики, и пьянство, и блуд, и все на свете его мучили. Вот. Ну и дальше давайте продолжим. Иисус отвечал Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан Иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда. То есть вот это нам тоже нужно четко понимать. То есть Царство, мы как привыкли Царство, Римское Царство, Царство было Российская Империя, СССР было Великое Государство, Царство, То есть все это разрушено. А Царство Небесное это оно неземное. Просто ты, живя на земле, понимаешь, что ты служишь Царю Небесному, неземному. ни Сталину, ни Гитлеру, как служили там. И Христа-то, понимаете, в нем увидели предателя тогдашние церковники. То есть они думали, что придет Мессия, они там считали, что наконец-то он избавит их от римского гнета. Они гордые очень были, и какие-то гимляне нас народ Божий угнетает, скорее пришел там все по башке им посносил. Они его представляли таком на коне на белом с мечом типа нашего Александра Невского на иконах рисует Георгия Победоносцева. А он нет, на ослики въехал, кричали ему Асана, а на следующий день распяли. Не приняли. Ожидали от него, и сегодня иудеи до сих пор ждут эту миссию сделать рай на земле. Это большая утопия, чудовищная утопия. Рая на земле никогда не будет, он будет на небе. Будет мир и безопасность. Казалось бы, вот-вот, вот он уже, долгожданный коммунизм, обещали в 80-м году. Где этот коммунизм? Нет, нет его. Где бесплатная колбаса? Нет его. от каждого по способностям, в каждом по средствам. Все равны. Да не могут быть все равны. Почему? Потому что одному Господь дал один талант, другому два, другому три. Все по-разному талантливые, все друг другу служат, как могут. Все друг друге нуждаются. так Господь устроил. Римлянам 14-17 Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Тоже должны понимать, то есть это не пища и не питье, это не блаженство мирские. Это не бесплатная колбаса в магазинах, не бесплатная одежда, не комфортная жизнь, когда у тебя все есть, европейские ценности, украина сейчас в Европу, что там все так устроено, что зарплата хорошая, жилье почти бесплатное. Нет, а что это такое праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть ты радуешься, что ты познал истину, что ты можешь отличить добро от зла, ложь от истины, вот этот и радость, понимаете. Привильна мира должно быть, мир в душе тебе должен быть примириться с Богом и с людьми. Да, совершенно верно. Если ты говоришь, что Бога, которого не видишь и любишь, а брата своего ненавидишь, ну, о чем говорить? А когда ты любишь людей, близкие отношения с Богом, когда ты постоянно благодаришь Его за те или иные благодеяния, обращаешься к Нему с просьбой, Он на твои просьбы отвечает и ты вновь опять благодаришь. Ну, вот это и есть и радость, и мир, и радость во Святом Духе. То есть Дух тебе подсказывает, что ты где-то там был неправ, согрешил, покайся, подойди к брату наговорил лишнего или там или наоборот радуйся, что в ответ на обиду ты не ответил дерзкими словами, сдержался и благодаришь за это Бога, что ты так вот. послание Колоссяна 1 глава 13 стих Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего. То есть вот это царство, оно называется и царством Божиим, и царством небесным, а здесь царство возлюбленного сына своего. Царство Отца и Сына и Святого Духа. А напротив вот этого царства возлюбленного сына что стоит? Вот она власть тьмы. Что такое тьма? Темные силы злые, которые человек служит страстям греховным. То есть тьма. Господь выводит его из этой тьмы в чудный свой свет. Если это так, то что значит выражение войти в царствие? Ну давайте над этим порассуждаем. Дальше сейчас еще одно предложение прочитаем. Мало принять, стоять близко и соглашаться нужно действия воли войти принять. Вот провойти у кого какие места священного писания на сей счет возникают. Пожалуйста. давайте поактивнее не бойтесь. Что значит выражение войти в царствие божие? Ну правильно можно рядышком постоять, можно издалека посмотреть как на землю обетованную. Господь обещал обещал, не войдете. ничто нечистое не войдет в царствие божие. Такое кажется есть. Да. Возможно что еще принять духа святого. Вот где о них говорилось когда. то есть дух святой видит то есть выражение войти в царствие божие. То есть мы должны в это царство войти. А вы говорите что духа принять в себя. Ну да о чем Петр спрашивал в Дианихе а приняли ли вы дух святого? Ну а они говорят а мы даже и не слыхали о нем. Ну да. То есть по вашему мнению войти в царствие это значит принять духа святого. Если человек духа святого скорее всего первично вот такое необходимое условие. Да. Кто духа Христова не имеет тут и не его. Ну вот Наталья она усатая пишет отвергнуться себя и следовать за Христом. Вот то есть входишь в царствие и тобой уже руководят не страсти не греховные помыслы а именно Бог именно дух святой подсказывает сегодня здесь сейчас в этой жизни что и как поступать руководство духом вот это и значит войти в царствие ну первое родиться свыше да что значит родиться свыше это тоже мы тему эту поднимали что значит родиться стать сыном Божьим усыновиться удочериться признать Бога своим отцом любящим заботливым спасающим всяких любая мать любой отец ребенку никогда зла не пожелает всячески будет его ограждать от опасности увещевать наставлять обучать так же отец небесный через слово свое рождение свыше и водительство духом святым это параллельные такие понятия или одно понятие может существовать без другого да хороший вопрос но я думаю лучше Игнатий Тихонович на него ответит более затрудняю потому что сейчас и мне как-то на голову лег этот вопрос потому что такие очень высокие субстанции по сути все христианство в них заложено и такой вопрос может ли быть водительством духом святым без рождения свыше и наоборот рождение свыше без водительством духа святым вот здесь если так не против остановиться да ну сейчас сразу тогда одно место Иоанна 3.5 Вячеслав нам подсказывает Иисус отвечал истинно истинно говорю тебе это Никодиму если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие Божие то есть сначала рождение от воды и духа но от духа с большим и и так так вот думаю мы родились от воды и духа то есть крестились и принимаем при счастье родиться от воды и духа вода у нас в водах крещения но и дух по молитве батюшки в этом таинстве мира помазания оно у нас как бы два таинства то есть мажет духом маслом мажет и говорит какие слова а вот это как еще то есть не может войти в царствие Божие это необходимое условие чтобы царствие Божие вошло в человека это крещение не крещеный человек не рожденный от воды и духа в истинной церкви он не может в это царствие Божие войти не может написано не войдет и не примет этого царствия Божия как дитя тоже еще такое условие есть в простоте сердца как дитя а Наталья пишет что крещение это завершающий этап завершающий этап оглашения может быть но не жизни церковной крещение это вход в церковь церковь это ковчег корабль где мы спасаемся но также написано многие потерпели кораблекрушение в вере то есть быв крещеным и уверовавшими все таки потеряли веру какой-то грех непростительный совершили и отпали вот но разбойник не был крещен вот Виталий тоже пишет тоже из сектанских уст всегда это говорится тогда еще и церкви не было это исключительный случай да он был крещен в собственной крови святые отцы он крещен был он признал себя грешником исповедовал Иисуса Христа Господом но так как церкви еще в тот день не было дня пятидесятницы не было не значит что теперь когда уже церковь есть когда уже таинство крещения миропормозания уже все это есть и человек это вот разбойник спасся без церкви поэтому я чихать хотел на вашу церковь на вашу попов все это вы напридумывали вообще это в библии ни о чем не сказано как же позволь дорогой разбойник это исключение да правильно говорит а не правило правило это вот установленные соборами исключение лишний раз подтверждает правило давайте Игнатию Тиховичу дадим слово давайте вопрос то в чем стоит рождение свыше водительства духом святым и вход сарских божий это слова-синонимы это одно и то же либо разница существует господь сравнивает плотское рождение чтобы мы поняли и Никодим так и понял если не родился то куда он войдет он никуда не войти не может ясно что действие опережает второе прежде чем войти надо родиться рождение это первоначальный шаг из роддома еще не вернулся уже куда-то входит тут даже по смыслу не подходит это не параллельно а последовательно одно за другим идет родился свыше а вошло ли то есть он принял все уверовал у него перемена мыслей все но все еще остается по-прежнему там одно замечание сделали о бороде все сбрил то есть он уверовал все а никакой силы ничего нет почему неоднократно господь указывает на это что кто любит отца или мать больше чем меня а у нас на первое место отец, мать это родина чувства вот это все отвергается оставь отца и мать господь сделает так что все будут против а почему против там настоящее рождение произошло а если только один ходит в церковь с пятого на десятого раз в год то никто там воевать против него не будет спокойной жизни господь не обещал я посылаю вас как овец среди волков то есть волчья стаи везде воют это иудеи которые не принимали язычники коммунисты сектанты разные еретики на будущее это сказано на все века итак рождение свыше что оно означает это три ступени вот первое которые все соглашаются признать себя грешником ну я грешен нет я окончательно погибший и никакими делами себя не спасу я в аду уже нахожусь вот это конечно быть выражался Пимен Великий где сатана ты вообразишь что ты погибший и воображать не надо так оно и есть и человек в такую входит печаль скорбь ну неужели никак нельзя спастись в Адаме все умирают и он начинает поиск считает Библию а жена работает там сейчас по хозяйству и он считает и говорит погибли погибли окончательно никакой надежды нет уже заканчивает ветхий завет и повторяет значит ну что помолимся ну ясно дело я именно так и понимал я уже о себе говорю я с детства ну какое детство может быть с трех лет а может быть с двух с половиной насколько себя помню я знал что Бог есть это мать говорила и оно в меня намертво вошло как знак избрания Бог есть и есть страшный суд и есть огонь я там буду так я же не делал то что другие делают а мне это не надо было доказывать у меня внутреннее чувство говорило я грешник окончательно погибший бесповоротно а сейчас кто-то там к матронушке раз съездит и на меня нападает а вы вот о себе думаете там то ну то есть он какой был плотской такой и остался мертвый никакая матронушка мертвая его живым не сделает речь идет о Христе второй первый пункт узнал что ты принял это уверуй в это затвердив себя я погиб погиб окончательно бесповоротно но я же молился Господи прости надо запомнить одну фразу это мое изречение я его сконцентрировал на других мест писания Бог никогда никому ничего не прощает за так за то что ты сказал Господи прости никогда никому нигде не прощает сразу начинается ступор как так да как же мы молились еще раз говорю ни за что просто так я сказал Бог простит почему у Бога нет такого свойства свойства у Него нет этого и никому никогда просто так Он не прощает за грех кто-то должен ответить это разрешается заместительной жертвой Христа вот я все говорю почти все время всем вы верите что Адам и Ева были в раю ну написано я верю мусульмане верят вот с ними легко разговаривать даже проще чем с православными ну а ты веришь что человек сделался смертным ну конечно Бог сказал как вкусишь так и умрешь значит он не умер 950 лет еще жил а однако умер умер омертвел душой уши перестали слышать голос Божий он не знает где Бог он лишился рассудка спрятался в кусы голозады то его Бог не увидит Адам где ты вызов на покаяние я здесь что ж ты спрятался ты же никогда не прятался не брал ли ты из дерева как сказать да брал я проклятие нет не я жена а так легко на жену стискивать все это спихивать насколько это легко а ты согрешила иные из подкаблучника получается что он каблуком забил ее уже до смерти вот такие люди которые на зоне бывают там опущенные мужики мужиков изнасилуют и тогда он начинается опущенный называется петух петухами зовут но они униженные только у параши сидеть на койке ложиться нельзя табак лежит вода черпать ему нельзя только кто-то возьмет пригрыше нальет ему чтобы только к нему не прикасаться это римская индийская паре и тогда один предложил ну давайте со всех камер соберем этих петухов с разных лагерей да в одно место отправим которые униженные убитые у них все отнимают табака нету но никто не знал какие последствия будут то что он взялся петухом что он опущенный в этом тоже что-то есть бог допустил насильно там в камеру бросают его а там пять насильников я вот сидел с которым север а с ним еще один напар ушел Бондаренко ну и он там не говорит они думают он знает а он не знает куда деньги делись там траншеи копали не копали взяли деньги то работы то не видят нигде ну подземная работа не скажешь не скажешь называется пресс-хата там прессуют ну сбросили там шесть мужиков так ты еще такой-то ты не говоришь они его скрутили и изнасиловали мужика а тут сразу обнаружилось что он совершенно не повинен на этом стадионе он и не был даже стадион строили в Мамонтово он пришел домой зарядил ружье и с себя застрелил пальцем ноги и в себя и мозги вылетели это отчаяние я не случайно это говорю что я погиб погиб окончательно это надо так утвердить себе чтобы никуда не дергаться и когда этих разных петухов то отдельно взяли в лагерь то у них уже в первый же день они устроили такое побоище сказать даже нельзя то есть они теперь друг на друге стали отыгрываться ложки затащили черенок как бритва острота завязывать глаза и маши кто кого поразит и пришлось заново их растаскивать там те в большинстве угнетали их они ничего не могли сделать а теперь тут свобода в них оказался внутри сидит палач а вот если я говорил так вот чтобы понятнее было я маленько расширяю я сижу в камере я прощаюсь скажите вот если бы сейчас сказали вот вся власть вам переходит в тюрьме а продукты тут все остались бы тут рядом женская зона вход в нее есть ну власти убрали бы там потому что здесь ходят охранники а рядом воинская часть краснопогодники в случае чего там сразу они их прям мгновенно они рядом с тюрьмой через дорогу только воинская часть там расстреляют и что угодно сделают ну вот я говорю представьте вы остались одни что будете делать он говорит да что тут сразу поднимется такой еще будут они насиловать к женщинам пойдут тут убийство будет какое но вы картину представляете а с нами с нами с нами это директор Запорова зашел и преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Я говорю, теперь слушайте, что бы было у нас? Сейчас бы отдали власть и верующие все. Верующие. Рядом женщины сидят верующие. Ну, сказали бы из тех, из других, одного представителя можно в город отпускать. Одного. Кому вы доверяете? Что? Не бросит, не уйдет. Безбольщики говорят мне, он сразу зальется назад, не вернется. А что он вернется-то? Свобода. Я говорю, а у нас нет. Он сразу пойдет в церковь, расскажет батюшкам как было, как что здесь и все. Пройдет время какое-то. У нас будет священник здесь, рукоположит. А потом в женскую зону тут знакомство будет, свадьбы играть будут. Ну, раз длинные сроки-то, по 25 дали-то. И вот здесь мы должны понимать, вход в Царство Небесное. Вход. Родились когда? Теперь дана власть и ты избираешь ее. Ты входишь в это Царство Любви. Царство Послушания. И вот согрешил я этому мусульманину, продолжая говорить. Ты веришь, да? В какое наказание? Не знаю. Ну, я говорю, у меня в саду бы, если они рвали, ребятишки, ну сорвали по яблоку. Да я бы еще в запазуху натолкал. Ну, как здесь вот сейчас есть. Мало того, я пошли домой за ведерком, ведерко набрать. Здесь один плод. Одна груша, одно яблоко, так назовем. И умерло уже от этого больше ста миллиардов людей. Даже сто человек. Выложить в ряд мертвое, и то жутко будет. А это не сто тысяч, не сто миллионов, а сто миллиардов. Вот за эти семь с половиной тысяч лет. Это примерно подсчет такой. Ну и как? А как спастись? Кто-то должен прервать эту любовь. В Адаме все умирают. А Адам не может быть другим? Может быть. И второй Адам – это Христос. И второй Адам. Там был поражен Адам чем? Дева, древо и смерть, Златоуст говорит. Дева, Ева, древо познания добра и зла и смерть Адама. В Адаме все умирает. Это трезубец. Вот когда такой с зазубринами, и когда рыба проплывает, большая там подлодка, и в нее втыкают острога. И она трепешится и его таскивает. Это дьявол поразил рот человеческий. Христос вырвал этот трезубец и ударил дьявола. Дева, древо и смерть. Дева, Ева – это Мария – Дева. Древо – счастный и животворящий, крест на Голгопе, и смерть – смерть Христа. Вот я говорю, умереть кто-то должен. А кто? Руководитель ваш, кто создал вашу религию, мусульман, он не умер. Он умер, но умер как сам за себя, обыкновенно там, отравили, считают его. А Христос распятый за грехи и омытой кровью грехи всего человечества, от Адама до последнего. Если бы таких земных шаров было тысячу, или даже галактика полная, жертвы Христа хватило бы, чтобы спасти всех. Вот это надо просто знать. Это первый шаг. Когда ты уверовал, что ты погибший, теперь, поверь, за тебя кто-то должен заплатить, это Христос. Это вторая часть рождения свыше. Я каюсь и прошу, Господи, возьми мой грех на себе. Господи, прости меня ради жертвы Твоей. Господи, я верую в страдания Твои за меня. Ты умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня Ты искупил. Вот теперь я согласен. Ветхий человек умирает. Куда идти на крещение? Сегодня не крестят. Это безумие из безумий. У католиков вообще не крестят. Брызгают кисточкой. А это иерусалимский Кирилл говорит, как человек скрывается в воде. В воде, когда крестят, так умирает он. Во имя Отца это символизирует и Сына, и Святого Духа. Трижды погружается во имя Святой Троицы. Все. Он выходит уже совершенно другой. Другой. Павел Алепский приезжал, когда в 17 веке, и он это все описал. Крестили каких-то иноземцев. Ну, может быть, там Манси. А может, там Щедалов. И когда они входили в воду, и когда выходили, это, говорят, разные люди были, сияли, буквально сияли. Благодать коснулась. А не так, что приехал домой, и я воцерковляюсь. Слова какие придумали поганые. Научился свечку через левое плечо подавать. Нет таких слов воцерковились? Нет. Это не от Бога. Есть так, мертвое и живое. Я предложил тебе жизнь и смерть. Где воцерковление? Я беру жизнь, значит, я жил. Смерть, значит, умер. Я предложил тебе благословение и проклятие. Или я беру благословение, значит, все, что Господь говорил, исполняет. Или проклятие, проклятое, что небрежно исполняете. В Иеремии, 48 глава, 10 стих. Проклятое дело Господне делает небрежно. А как узнать? Ну, я выщищу навоз у коров. Божье дело или не Божье? Еще и поговорить надо. Ну, что делает крещение поп священник-то, пресвитель, репископ, патриарх? Ну, это-то Божье дело, Божье. И патриарх Кирилл держит ребенка, фотография, одетого. И ладошкой щерпает воду и улыбается, стоя там, видимо, Алфеев рядом. Кто не видел фотографию, можно поставить даже. Это нельзя иначе, как скоросбойники. Пираты захватили. Ну, почему не погрузить-то? У тебя же купель здесь рядом-то. Довольные все улыбаются. То есть мертвые, не рожденные свыше. Рожденные свыше заканчивают рождение в воде, рождаясь. Он не может на это согласиться. А люди свободно идут, платят деньги. Деньги платят, это таинство нарушено. Это симония. Это смертный грех. Они ничего не чувствуют. Они защищают именно вот так. А какая разница? То есть они мертвы. К мертвому и после смерти обрящают лишь смерть. Как Достоевский говорит о великом инквизиторе. А теперь человек рожденный, он знает, я погибну, я родился, но я вот настолько несовершенный. Я ничего не хочу, кроме Божьего. А везде все мирское, везде грязь, везде привычки, везде гонения. Господи, впусти меня в царство твое. Когда он уже полностью проникнет в Священное Писание, со Христом царствует. Мы с отцом придем, обитель у него сотворим. Он не может курить и проще пакать сделать-то. Человек рожденный свыше, он никогда бороды не коснется. Он чувствует, что это нельзя, это безобразие. А сегодня надо доказывать, что доказывать-то. Ты не рожденный свыше, не прописан на небе, тебя в книге жизни нету. Избранный Богом человек, он никогда даже в уме не допустит. Он намерто будет стоять. Вот на меня сейчас нападает везде буква, он проповедует букву. Да сейчас народ другой, да нельзя те эпитемии давать. Насколько отлучают там женщин за обор 10 лет, да они к ней никто не придет. То есть они не просто говорят, а называются по-славянски блядословят. Блядословят. То есть блудно искажают слова. Кто вам дал право отменять? Ну это они, святые, теперь каноны недействительные. А то разбойник стоит, отойди от него. Отойди, уши заткни. Отойди от него. Буква. Эту букву кто создал? Бог. В букву заключенный смысл. А он думает, он говорит, буква значит так. Вот в Игнате никакой любви к Богу нет. А ему лишь бы точно исполнить. У него в лагере была женщина, болела, голова болела. А он на работу ее посылал. Ну во-первых, что болела, она не болела. Еще доказать надо. Она не хотела рано вставать. А мне голова болит. Ну еще она отвалится что ли-то. Дети пошли и ты с ними иди, чтоб скупались до завтрака. Дальше работать будем. У тебя кровообращение будет сильнее и ничего у тебя не будет. Ну болит. Ну что она болит-то? Рана какая у тебя. Почему ты лежила, что в горизонтальном положении она болеть не будет? Наоборот, лишнее давление. У тебя голова кружится будет. Вставай, вылазь отсюда. Да, это считают грубо. Ничего грубого нету здесь. Я хозяин. Это мой устав. Вы ко мне приехали. Начинайте командовать. Ребенок это видит. Она лежит вон завтра. У меня тоже голова болит. Встань, выйди отсюда. Не нравится устав? До свидания. В лагерь уже не заходите. Сейчас накормим за пределами лагеря. И до свидания. Все. Разговор окончен. Ну и все закончилось. А теперь я не так. Не так сделай свой лагерь. Образуй. Зарегистрируй его. Набери детей. И дальше все делай, как ты знаешь. Что у тебя будет-то? Правильно. Максим Степаненко говорит. Взял на 10 дней или на неделю. Я не знал, куда от них деться. Голова кругом идет. Это дети. Они в разнобой идут. А у меня 45 лет. И раньше было в среднем. 108-109. 108-109 за лето. И умножь на 40-то. Куда оно вытянет? И ни рубля никто не дал. Я должен прокормить. Ни машин нету. Как их довезти? Как спать? Как постель? Как стирать? Все сделать. А деревни-то не было. Как сделать баню? Рядом пастухи. Чтобы никто не видел. Не узнали. А они каждый год лагерь сжигали. Ты маленько прикинь, что сделано-то. А он бухтит. У него ничего нету. Вот на меня нападают. Там синицкий какой-то. Разбойники неверующие. Масоны. Проклятые Богом и землей люди. А он может показать, как правильно с детьми? А что он покажет-то? У него ни одной фотографии нет, чтобы кто-то на ней был, кроме него. Специально спрятанные люди. Целый колекип работает. Сейчас вот на меня четвертый ролик. Он выставил вчера, что я с прокурором края рядом. Что я его зазомбировал вроде. Прокурор. И он у меня на побегушках. Прокурор края. Генерал-лейтенант. Председатель краевого суда тоже мной. Мэр города тоже. Губернатор. Я их всех тут подчинил. Подмял под себя. Он даже не понимает, что если он таким меня считает, значит я чего-то стою. А на плохое я их подмял. Нет. Они не дали восторженствовать беззаконию. Он сам начинает. Говорит за упокой. А нотки жизни начинает пробиваться. А у него ничего нету. И своих людей посылает. А вот про тебя такая биография. Говорит. Это я написал. Простите. Я белый лебедь. Он лебедь. Черный демон. Это выкручивается все-то. И только считаю. Я вижу открытый лист. Он все говорит неправду. Лжец. Всякая ложь от сатаны. Я попутно говорю. Рожденное свыше это сразу понимает. Бог дает прозрительность. И вот этого, который нападает Синистский, я ни разу не слышал, как он говорит. Только глянул один раз. У него на лице написано. Отступничество. Предательство. Злоба. Хитрость. Ложь. Все. Пищать на лице. А вокруг него мошкара крутится. И все. Его держат. Обеспечивают. Хорошо заплатят ему. Десять лет нигде не работает. Но один ролик тому. На другого. На мне уже четыре. Еще сорок четыре может поставить. А почему? Рожденный свыше достоин того. Бог его особой меткой метит. Ты достоин, чтобы претерпеть это все. Тебе это не повредит. А другим даст пример. Это рожденное свыше. Я уже вошел в его царство. Гнали меня будут гнать и вас. Гнали. Горе вам, когда все будут о вас говорить хорошо. Горе. Ну и что? А тебе не хорошо, не плохо, не скажут тебя нигде нету. А раз они все силы ополчили. Специально узнал я. Радиостанция Свобода. Масонская организация из Лондона. Заказали против меня статью местному журналисту. Черняков, кажется его звать, Александр Тихонович. Он приезжал в лагерь. Мне встретился и говорит. Две недели, говорит. Пытаюсь писать, еще не получает. Он знает только хорошее. Как? А видимо оплатили. А написать не написал. Ему пришлось бежать отсюда. Из Барнаула. Счетчик видно включили ему. Это я попутно все говорю. Итак, рожденный свыше понимает, где опасность. С чем отличается мудрость от знания? Ну, человек знающий, он знает, как из ямы выбраться. А мудрый, а мудрый знает, как туда не попасть. Вот сделала различие. Тот из ямы в яму попадает, но все-таки вылазит. Покается, на исповедь идет. А этот обходит его. Он видит, что здесь опасно. В разговоры не вступает. Туда не поедет. Вот сейчас тут начинает гей-парад на седьмое. Дева Мария. А они тут будут похотью друг на друга, жеребцы, скакать. А что? Они достойны смерти. И не жалко их? Нисколько. Это враги Божии. В нас должны быть существования, как во Христе Иисусе. Проклят, кто удерживает меч Господень от крови. Проклят. Бог их убивает. А ты, Господи, чтоб только не умерли они. Истреби, Господи, эту чуму от России. Ты дальше научись мыслить категориями Священного Писания, бы ты рожденный свыше. В тебя уже вложена эта книга жизни. И тебе не надо. Не будете иметь нужную, чтобы учили вас. Ибо Дух Святой будет учить. Вы имеете помазание от Него. Речь идет о нравственных поступках. Не о догматических. Догматические. Тут все надо знать. Святых Отцов, каноны. И от них получается. Вот вопрос так открывается. Признать себя погибшим грешником, уверовать, что за мой грех умер Христос. И третье. Принять Святое Крещение. Это если искренне, горячо. А если нет, ничего и нет. Если просто ради какой-то корысти. Как князь Владимир. Крестился. Зачем? Чтобы Анну. И накинуть забрать. А дома в России осталось две тысячи жены наложниц. Это Крещение Руси. Сегодня все это пишут. Ну вот так. Все. Получается, что рождение свыше и водительство Духом Святым это одно и то же. Поближе к микрофону маленько. Еще раз. Получается, что рождение свыше и водительство Духом Святым это по сути одни и те же понятия. То есть это не различие. Рождение. Ну какое водительство, когда ты не родился? Еще раз говорю. Последовательное. Это не одно и то же. Не одно и то же. Родился свыше. Теперь он слышит Божий голос. Мы вот молимся, а потом Господи говори, слушает раб Твой. И стоим и слушаем. Ни в одной церкви вы этого не увидите. Ни у православных, ни у кого. Мы прямо на молитве поднимаем руки, молимся, а в конце говорим эти слова. Посмотрите, когда у нас собрание идет. Понял. А наоборот, может быть, водительство Духом Святым без рождения свыше? Понимаете? Это вопрос касается разделения действий. Да. Если Господь усыновил, когда Петр отвечать стал, спросили, мужи, братья, что нам делать? Он отвечает. 2.38 Деяния апостолов. Порядок. Покайтесь. Покайтесь, то есть поворотите назад. Называют метаноя там по-гречески. Так, не так, я не знаю. Но говорится, что именно это слово по-гречески стоит. Значит, покайтесь. Раскаяться, повернуть в обратную сторону. Осознать, где ты был. Принести за это прощение. Не извинение. Прощение. Это первый шаг. Второй. И докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Но иногда это он, Петр, сказал людям. Людям. Говорит Петр. Твердо зарубиться. Петр, апостол, сказал людям. Такой порядок. Но Бог, господин субботы и господин этого порядка. Бог силен сделать перестановку мест. Покаяться. Потом сразу дает Духа Святого. А потом крещение. А почему? Потому что не знали, можно ли принять язычников. Вот 10 глава Деряния апостолов говорит. Бог переменил место. А может ли? Вот вам ответ на это. Может. Может, но только Бог. Нигде ни в одном уставе у нас это не написано. Где это помазание, а потом крещение. Помазание со шести Духа Святого. Мы должны разделить функции. Так делает Бог, как господин этого действия. Как господин субботы. А нам не заповедано. Нам нельзя делать. Менять это. Вот и все. Ответ ясен. Вы поняли, да? Да. Вообще все очень подробно. Все понятно. Спасибо Христосу. Вот так вот это. Я подробно говорю. Потому что может у кого-то еще. Очень подробно. Все ясно, да. Так. Еще что. Знаете, легко отвечать тогда, когда ты это пережил. И самое-самое. Какое самое-самое. Вот хоть что-то. Надо знать. Вот тут мы проходили откровение Иоанна Богослова. 17-18 глава апокалипсиса. Ну и там город Великий Вавилон. Сожжен будет город на семи горах. Там великая блудница. Ну тут у нас был его сейчас нету здесь. Сергей Ильин. Он начал спорить. Ну видя, что у него тут не получается. Я в этот спор то вошел. Я не спорю. Я возместил. Но он понял. Это так неотразимо, что ему говорить нечего. И видимо ему стыдно стало. И ушел там какая-то группа где-то. Я не знаю толком что. Ну там я знаю по некоторым. Там еретики собираются. Отступники разные. Такая у них группа-то. А теперь мне написал один. Точно так же понимал. Знаете, я вот дальше стал считать. Уже прошло год почти. Все-таки вы правы наверное. Я думал это Вашингтон. Он в Америке живет. Я говорю Москва. 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 Десять признаков. И при том третий Рим. Что Вавилон это Рим. Это уже с первого века знали Рим. Но Рим то был не один. Они думали древний Рим. Где папа римский. Оказывается второй Рим появился. Новый Рим. Называется Константинополь. Он так и назывался. Новый Рим. Теперь Стамбул. А третий Рим. Когда впало православие. Там тысячу кажется в четыреста тридцать пятом году. Тогда Россия сразу же подхватила это. Что мы третий Рим. Ни Греция. Ни Болгария. Никто не патендовал на это звание. А у России даже сейчас в настоящее время. В Москве организация третий Рим. Третий Рим. Третий Рим. Епифаний Славинецкий говорит так. Москва третий Рим. А четвертому не будет. То есть его не будет. Никакое государство. Никакой город на это не претендовал. Прямо. Мы третий Рим. Подчиняйтесь. Мы третий Рим. Мы не сдадим позиции. Мы третий Рим. Нам замены не будет. А впереди какие были. В первую очередь сидит на многих водах. Воды народы. То есть это многонациональное государство. Какие признаки его. Богатство. Таких богатств в мире нигде нету. Чтобы все здесь было. И бриллианты. И нефть. И золото. Ископаемые. Леса. Воды. Байкал. Самое крупное водохранилище пресной воды. Ничего такого нельзя назвать. Чего бы у нас не было. И пушной зверь. И от нее обогатились купцы. Обогатились. А от Америки не обогатились. Америка только грабить умеет. Россия миллиарды. Вот сколько нахватали у ней. Все простили. Все. Списали. А это что значит списали. Туда гнали корабли. А на корабль заходит несколько составов. Какие корабли бывают. И нефть. И все гнали туда. Ну бывает сто десять тысяч тонн. А сто десять тысяч тонн. Это что. Состав полный. Нагруженный. Это не больше трех тысяч. Тон везет. Электровоз. Это уже попутно видно. Дальше. На Семи горах. На Семи горах. А Москва Семихолмовая. Ну то это. Город дополнительно. Ты не сделаешь. Ну да. Ну да. А еще. И найдена кровь цветых. Покажите какая кровь цветых. В Вашингтоне то. Ничего нет. А Москва залита кровью. Священников и мирян. Речь идет о сотнях тысяч. Как в блокадном Ленинграде. Москва. Вызывали там. Каких только не расстреливали. Кого только не убивали. Все признаки показывают. Это Москва. Москва сгорит. Вылазь оттуда пока не поздно. В одну минуту сгорит. А как это? Ну как. Одновременно сразу полторы тысячи ракет падает на нее. И что ты сделаешь? Где их перехватывать то? А сегодня супер звук. Она со скоростью летит. В десять раз кажется быстрее звука. И что? С какой скоростью она попадает сюда? Спасения никакого нет. Нет. Это кажется выступал Ивашов. Ивашов. Генерал-полковник. И он показывал что защиты никакой нету. А с союза полетят у них тройная защита. Ну отстают в этом вооружении. Так что надо вовремя мозги свои направить по нужному времени. Меня спрашивают. А вы никогда не понимали что это Вашингтон? Никогда. Ни одной минуты. С первого дня я считаю. Я считаю прямо на картинке вижу. Это Москва. Никто не говорил. Толкование не считал. Мне это положено сразу. Первый раз считаю. И это как открытая книга. Почему? Ну во-первых я знаю какая она. И Москва Семихолмовая. Это стихотворение Глинки. Не музыканта, а поэта. Когда ты это знаешь. Это вводимость Духом Святым. Дух Святой все разъясняет. Это в духовном плане толкование. А в мирском простом. Тут каждый будет научен. Как обращаться с семьей. С деньгами. Какую работу взять. Учить тебя не надо будет. Дух Святой тебе покажет. А можно или нет спрашивать меня. Я на работу думаю на такую. Пойти в воинскую часть. Да зачем ты там нужен? Ты же верующий. А кем ты думаешь? Врач. О, тогда можно. Я думал ты воевать собрался. Ну надо до конца договаривать-то. Дух Святой наставит на всякую правду. Писание говорит о Новом Завете. И он наставляет. И сразу узнали. Да. Я вот наказываю всем. Никогда с нашей улицы. С Ленинского проспекта не сворачивайте. Прямо по этой улице идите. Она благословенная улица. Благословенная. Сразу спрашивает. А как мы узнали? Да никак. Я живу здесь. Хожу и никогда ничего нету. Идешь молитвы считает. Легко считаются молитвы. Тем более наши все люди идут. И люди чаще встречаются. Так. Вот так. Еще вопросы у кого-нибудь есть? Ощущения какие остались после беседы с Джастисом? Это к кому вопрос? Вам, Игнат Тихонович. Ах, повтори еще раз. Ощущения после беседы с Джастисом какие-нибудь остались? С Джастисом? Либо нейтральные. Ну какие. Я все высказал ему. Еретик. Я тоже. Что я ему сказал? Это растектант. Только своя воля. Я желаю. 20 тысяч в Америке разных течений. Он не хочет. Он увиливает. А я никак не называюсь. Я христианин. Когда просто я христианин. Когда уже разные течения есть. Это еретик. Православный. Я христианин православный. Он не боится. Католий говорит. Я христианин такой-то. Бывают баптисты. Говорят. А я баптист. А это нет. Это он никуда не принадлежит. Сам по себе. Сам всему голова. Ну раз голова и дальше. И дальше вот это. Ге-ге-ге-ге. Хохочет. Это даже не признак никакой. Явное беснование. Он где-то там у харизматов подхватил это. Он постоянно забьется. Он постоянно забьется. Я посмотрел другие ролики. Да. Постоянно. Вызывает. Это да. Это бес кричит. Это бес в человеке. Ему конечно неприятно. Он приехал. Ну на эту неприятность. Я подарок ему царский сделал. Пять книг основных подарил. Во славу Божию. Я своим это не считаю. Я просто говорю. Этим я маленько охладил пыл, который у нас тут в разговоре был. Ну он в конце так чуть-чуть подосел Игнать Тихонович. Так вот с виду смотрелось. Вот уже в конце беседы. Такое ощущение создалось. Почему Стив Митчелк? Да. Его друг собирается приехать. Я говорю. Почему он-то нашел православие. В апреле принимает крещение. С полным погружением в Америке нашел священника старенького. Ты-то почему не так-то? И он ничего не ответил. Да, да, да. Потому что демон мешает. В дорогу идем. Я иду впереди. Он за мной идет метр три сзади. А Володя еще метр на три сзади. И он один в темноте идет и ги-ги-ги. Вот проходит сколько, допустим, 10 минут-то. Он не может. Он разрывает ему рот и кричит. И он этого не понимает. Зачем ты это сделал? Он не может еще сказать. Беснование. А там его никто не излечит. Потому что беса образовывает этих еретиков. Нужен какой-то кто-то. А он не идет. Не идет к свету. Он отдельно ролик там кое-что убрал по-хорошему. Тоже поставил. Это же наш ролик, что снимали. То, что он снимается, везде не боится и прочее. Мне понравилось. Открытый такой. Ну, еретик. Совершенно замороченный. Даже понятия никакого о церкви. Ну, как вообще у еретиков. И осмысливать по-другому никак. А вот семь церквей. Он откровение об этом говорил. Но семь церквей это семь состояний церквей. Это никаких церквей не было. Называют которых. Их не было вообще. Если это церквам, то где Фессалоникийская там? Нету. Где Галатам? Каринфинам. Это уже были конкретно. Послание Павла. Почему им-то послания нету? Он не может ответить. Тут реальная церковь, а там название. Название. Мы можем с утра до вечера во всех семи церквах побывать. То есть в одном состоянии, в другом, в третьем. Он не понимает. За откровение берется сам толковать, как ему кажется. Тогда ничего менять не надо. Пост ни под каким видом поститься не хочет. А сатана боится поста и молитвы. А на молитве-то что он скажет? Разбежится. Только там свои слова скажут. Не утащили что в бочку. У православных молитвослов смотри сколько. Какой богатый. Если по-русски переведено еще. Это Феофан Затворник об этом говорит. Ну что побыл он. Приехал. Как-то почему-то на Володю вышел тут. И помог Володе. Это очень хорошо. Ну хорошо побыл. Проводили. Во славу Божию. А уж не принял. А бог его знает. Может быть зерно даст расток. Спросили. А есть еще желание встретить? Никакого. Никакого. Бесноватый разговаривает не о чем. Там демон все поражает. Он не дает. Я говорю не то что оскорбление. Я до этого говорил. Ему говорю это. Ему. Почему тебе Смирнов-то Дмитрий не сказал? А что он скажет-то? Ну они смеялись там да оба. Вот так. И главное видно. Он не просто смеется. Бывает человек там улыбнулся. А он именно. Га-га-га-га. Опять сидит. Ничего нету. Га-га-га-га-га. У него одинаково всех. Записать одна амплитуда. Один тем. Все. И притом сам он не смеется. Видно. Из него рвется этот голос. А он сидит. И ни в выражении лица. Ничего нет веселого. Бывает человек за сердце хватается. Со смеху упадут. Хохочет. А это нету. Именно. Га-га-га-га-га. Глаза на тебя. И демон. Надо молиться. Меня спрашивают. А вы бы не взяли? Да сохрани Бог. Разгонять. У меня нет таланта на это. Только думай о том. Как бы в тебя не залез. Я ему говорю. Златоуст сказал так. Ты раздеваешь рот. Хохочешь. Не думай, что тебя сатана вскочит. Он ноль внимания на это. Дескать. Нашел, что говорит вскочит. Он же давно вскочил, дескать. Я еще дальше не говорю. Он гость. Мне надо как-то, чтобы не сбежал. Побыли вместе. Он не знает, какие у него перемены впереди будут. Как у Шарикова. А что меня ожидает? Помните, на сцене, когда выступал он? Собачье сердце. Вас ждут впереди большие перемены. И у него большие испытания впереди. Странно то, что он так против Василия Великого, Златоуста настроя. А ему разницы нет никакой. Но он вроде бы как читал. Они же нигде там... Для одного. Назовут 1375. Жития святых. Он ни одного не принимает. Почему? Он сам встал на их место. Он осудил всех. Все неправы. Да, да. Это странно. Вроде бы он и знаком, он сказал. И ведь Златоуст нигде там, вопреки Писанию, нигде не учит. Я этого тома не просчитал из 12. Это я узнал. Да, да. Его сильно зацепило это. Он не считал. Он слышал звон. Больше ничего нет. А Златоуст точно толкует. Вот, допустим, мы берем пятый том. Полно толкует Псалтырь. Шестой том. Седьмой, восьмой. Это Матфея Иоанна Деяния. Девятый том. Он не знает. Он в руках не держал. Он что-то слышал, а сказать не знает что. И Писание почти ни одно место... Не знает куда. Он только на себя оправдание нашел. А мы Христовы. Там Павел. Я Павлов. Когда они говорили-то почему? От кого уверовали? Сегодня-то ни от кого не уверовал-то. Ты сам придумал себе эту... Как название-то? Ну, вы как регистрируетесь? А мы не регистрируемся. А-а-а. Вам нужно, чтобы вас зажали. И тогда вас будут, как свидетели Иегова, сажать. Как экстремистов. Это все впереди. Мэр ПЦЗ. Русско-православная церковь за рубежом. Ну, мы приняли актуалоническое общение. Патриаршие митрополиты у нас служат. Наши дети как-то привели. Мы всех. Они тут причащались у них в храме. У нас нет различий. Толкование одно. Рукоположение одно. Но для нас этот сегодняшний архиерей как отец родной. На меня Синицкий-то нападает. Так теперь на этого архиерея жалобы. А он показывает руками архиерей. Говорит, стучат рогами. Конечно, интересно жить, когда у тебя есть друзья и враги. Это нормальная чистая жизнь должна быть. Он говорит четыре ролика и ничего не может взять. У меня вот в доме я сижу. Это прокурор. А прокурор никакого отношения к суда не имел. Совсем. Нет. То есть, да, потом, когда уже оформляли документы, там, ускорить это мог. А это решение суда. Это разная инстанция. Разная организация. Он еще не знал. Да как же так? 15 магнитофонов. Сколько стоит? А такую дали в центре района. Красивое место. Рядомок. 13 соток. Два дома. Это же какая стоимость? Это многомиллионная у меня. Вот. А он дальше не говорит, что это дали магнитофоны. Это один процент. А 99 процентов, которые не вошли. Где? Что? Фонотека погубленная. Фонотека. Может быть, самая крупная в мире. А он не понимает, не знает. И все вызнает. Кто, как, мой паспорт показывает. Ну, вообще, думаешь, совершенно ничего не знает человек. Опустошенность. Без Бога. Я бы чужого человека рассматривал какого-то. Ему какое дело до меня? На Украине живет. Житомир. Иди работай. Моральное право имел бы кто-то, если бы он также набрал детей. Вот так, как у меня. И чтобы ему никто не помогал. Чтобы построил строение, где ночевать им. Чтобы все у них было. Сыто, обуто. Они купались, играли, занимались. Интересно было. Разные там соревнования. И в церковь ходили. Посты соблюдали. И ни один не заболел, не отравился, не утонул, не сгорел. И с года в год. Я прошу на месяц один. Но ничего не может. Я бы сказал. Я вот так и сделал. И ребятишки приезжают. Наркоманы уже законченные. А у меня выезжают. Они забыли про наркотики. Он меня учит. А у него ничего нету. У него ни рук, ни ног, ни глаз. Как бревно гнилое лежит. Он не знает ничего. Воспитание детей. А вот не так надо. А надо так. Это психика ребенка. Это масонское все научение. Какое ему? Ему другое. Родители расписались, что ему будет наказание. Он перестал курить. Да, перестал. Материться перестал. По результату смотрите. Вот тут Сергей Пупков. На него нападали. Они так с собакой обращаются. А он собаку взял. Когда один там развелся. И оставил ей ребенка и собаку. А собаку только усыплять. Мощная немецкая овчарка. А Сергей сделает чемпионом России. Результат какой? Чемпион России. Вот и все. Нянька с собаками целует. Он изъел собаку такую. С нами проехала она по всему. По всей Европе. Охраняла нас. Ну вот я уже другое говорю. Но тоже туда. За 30 минут. Все. Уходим. Достойно есть якова и спину. Блажит Тетя Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога Наша. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Слова Родшую. Сущую Богородицу Те величаем. Молитесь и гнайте. Милосердный Создатель. Господь и Бог наш, любящий наш Отец Небесный. Мы славим великое и дивное имя Твое. Благодарим за ангела-хранителей, которые защищали нас и миловали незримо для нас. Слава Тебе. Этот воскресный день, как много дал нам, мы занимались Словом Твоим. Если еще погрешили, Господи, по легкомыслию, прости нас. Мы благодарим Тебя, что дал нам святую и православную веру. Благослови патриарха, епископов, священников, паству. И даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духа. Тебе, Боже, хвала и слава. Отец и Святой Дух. Аминь. И наших болящих, помилуй, и Владимира. Аллилуйя. Нормально. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос.